я приветствую всех на канале 18 соток и сегодня мы открываем новую рубрику рубрика по выращиванию томатов мы расскажем как мы выращиваем томаты выращиваем очень много нас более 400 сортов редких сортов мы будем делать видео обзор каждого сорта в отдельности будем рассказывать как он растет какие его данные поделиться с вами некоторыми секретами высеваем мы томаты замачиваем сначала мы вот таких вот судочках эти судочки оставляем на 3-4 дня для проклевывания вот такие вот семена у нас так сейчас мы будем проращивать где-то около 80-90 сортов каждый год мы высеваем по 100 сортов и так если вы приобрели семена но вы не знаете с каких томатов эти семена были собраны соответственно нужно сделать профилактику обеззараживание семян обеззараживать можно как перекиси водорода также можно обеззараживать марганцовки но марганцовка и перекись водорода они убирают все эти патогены только на 30 процентов все остальные 70 процентов остаются если вы приобрели семена и не знаете с каких томатов они были собраны я советую вам применять этот препарат хлор гексидин это лекарственный препарат применяется гинекологии также широко применяется он хирургии все хирурги перед операцией обрабатывает кожу рук этим препаратом также обрабатывается все инструменты хирургические хирургический стол цвета обрабатывается хлоритегином этот препарат чем отличается в перекиси водорода либо этого самого марганцовки тем что он практически на сто процентов убираете все грибки все уничтожает и еще он может убивать вирусные заболевания что перекись водорода не делает и после обработки он практически на сто процентов очищает семена от всех вот этих вот патогенов семена замачиваются в этом растворе на 30 минут разбавлять ничем не надо просто заливаете чем вы там будете в стаканчиках залили 30 минут через 30 минут вытащили промыли их и можете высевать либо можете сразу же поставить на проращивание как я я проращиваю я по много семян не сею потому что высеваем очень много и для меня желательно что 45 кустов было каждого сорта также если вы приобрели семена и они не хотят прорастать у вас значит эти семена либо уже старый срок годности у них прошел так я хочу вам посоветовать супер средства для оживления таких семян это бурштиновая кислота так она называется на украине а в россии янтарная кислота потом глицерин нам понадобится аскорбиновая кислота и кислота никотиновая что нам нужно будет сделать мы берем на пол литра воды пол таблетки бурштыновой кислоты пол таблетки глицерина пол таблетки никотиновой кислоты и четверть таблетки аскорбиновой кислоты вот мы сделали с вами раствор и этим раствором мы пропитываем салфеточки мы пропитали салфетки соответственно мы даем семенам хороший толчок семена напитываются питательными веществами и способствуют быстрому прорастанию и с помощью с помощью вот этих вот всех питательных веществ растение довольно быстро будет у вас расти так как я покупаю уже в проверенных людей семена и мне не надо будет замачивать хлорексидине я замачиваю в растворе марганцовки это чисто профилактическое еще раз говорю марганцовка и перекись водорода она служит только в профилактических целях там 20-30 процентов он только уничтожает все остальное остается я сейчас буду обрабатывать семена марганцовкой вот раствор марганцовки какой должен быть вот если вы видите они должны быть сильно густой сильно темный вот этим вот раствором вот таких кулечках я замачиваю замачиваю на час слабым раствором марганца вот в течение часа семена должна лежать находиться в марганцовке и так прошел час вот было замочено 80 сортов вот если видно видите вот они все даже цвет немножко поменяли семена были обработаны сейчас надо будет их промыть полностью и поставить на проращивание и так я промыл семена уже теперь я использую такие вот с дочки с пешечкой я использую их для проращивания семян у меня по немногу семян я много не сажаю где-то по 5 кустов каждого сорта и так где-то около 100 сортов ежегодно использую такие вот салфетки салфеточки я вставляю их вот такие злоточки вот делаю вот как примерно здесь же сделано намочил ее сделал перегородочки получается у меня в одном таком судочке 4 сорта сейчас я выложу все сорта каждый сорт подписан отдельно у него есть номер и раскладывается по сортам все вот и разложил семена салфеточку теперь мы закроем крышку все это поставим в мини инкубатор для семян вот у меня есть вот такой вот ящик здесь это уже у меня три ряда все видно они стоят в коробке вот такой вот ящик здесь установлена лампочка можно остановить на 100 или 150 ватт так вот стоит датчик температуры вот это вот у меня блок управления температурой это блок для инкубатора подключая нагрузка это вот эта вот лампа я подключаю и выставляю температуру 27-28 градусов лампочка включается температура мгновенно нагревается где-то в течение трех секунд температура поднимается до 28 потом отключается где-то минут через 5 температура падает на 1 градус она снова опять включается снова 5 поднимается 2 секунды выключается и так через каждые 5 минут вот такой вот теплички семена проклевываются где-то течение двух-трех дней ну самое больше это бывает 4 дня я бы проращу здесь как перец острый и сладкий также томаты сейчас я подключу посмотрите как я подключил блок сейчас начнет температура потихонечку включится освещение температура подниматься так мы сейчас уберем все закрывается все крышкой вот и все все и оставляем на проклевывание только семена проклюнется этого понадобится 3-4 дня и мы сразу начнем эти семена высевать я в следующем видеоролике покажу вам биопрепараты которые способствуют хорошему росту рассады благодаря этим препаратам у вас не будет черной ножки не будет никаких грибковых заболеваний растение будет расти очень хорошо так что оставайтесь на нашем канале и до встречи в следующей серии